В Адаровской области о здании строительной фирмы сегодня скандалили рабочие. Люди, возводившие газохимический завод на месторождении Карабатана, остались без зарплаты, а некоторые вдруг оказались безработными. Мы каждый день приходим в этот офис утром и вечером. 95% объема работы мы выполнили и тут все остановили. Каждый день новые обещания. Завтра поступят, послезавтра, после 20-го. Мы в долгах все. Дома уже есть нечего. Сейчас карантин, все дома сидят. Как выжить? Зарплату, по словам собравшихся, они не получают с октября. Руководство сначала оправдывалось отсутствием финансирования от заказчика, затем ссылалось на длительные аудиторские проверки. Сегодня те, кто не составил договор, узнали, что не имеют к фирме никакого отношения и ждать денег им вообще не стоит. После череды скандалов компании заинтересовались в инспекции труда. Там начали проверку. По итогам пообещали все материалы направить в правоохранительные органы. Между тем, генеральный подрядчик уверен, руководство фирмы изначально неправильно рассчитало возможности и объем работ. 90 человек, которые единовременно работали, и тот объем, который мы им давали для работы, я считаю, это было непропорционально, видимо, они подошли, непропорционально набрали людей. Потому что объем работы, который мы им давали, можно выполнить, может быть, 30, 40, может быть, 50 человек. На наш взгляд. Продолжение следует...